Хорошее здоровье не испортишь, а плохое не исправишь. Вы ведь не думаете так? Если да, то эта программа для вас. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Те, кто проводит много времени, сидя за рулем, за партой, за компьютером, часто страдают от болей в пояснице, но редко обращают на них внимание. Считается, что этот недуг не поддается лечению и проходит сам. На самом деле все может быть намного сложнее. Каковы могут быть причины боли в спине и какие из них требуют медицинской помощи, об этом поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, наши врачи-эксперты. Врачи-вертеброневрологи первой неврологии. Леонид Деревянко, здравствуйте! Сергей Мизонов, добрый день! И Максим Палагин, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, а человеком, который сегодня будет помогать нам доступно все понять, будет Анна Хузнеддинова. Здравствуйте, Аня! Здравствуйте! Диагноз грыжа и остеохондроз ставятся практически каждому второму пациенту, который обращается с болями в спине. На самом деле это ведь далеко не всегда именно так. И вот каковы все-таки основные причины того, что болит спина? Рано или поздно, а доказано, что уже где-то в возрасте 20 лет у человека нарушается кровоснабжение межпозвонковых дисков. Они начинают постепенно терять воду. Соответственно, уменьшается их высота, уменьшается их эластичность. Надо сказать, что диски между позвонками выполняют функцию амортизатора. И постепенно развивается процесс остеохондроза. У кого-то проявления этого заболевания возникают в 20-25 лет. У кого-то в 50 лет. Но рано или поздно у большинства людей все-таки начинает болеть спина. Напряжение мышц, шеи, спины, поскольку эти мышцы, они выдерживают тяжесть человеческого тела, мышцы находятся в постоянном напряжении. Остеохондроз приводит к неправильному распределению этих мышечных усилий и часто к нарушению осанки. То, что мы называем сколиоз или сутулость. Соответственно, все эти факторы вместе поддерживают боли в спине. И это, по сути, является очень распространенным заболеванием в настоящее время. А кто все-таки чаще всего страдает болями в спине? Есть какая-то статистика? Я не знаю, может быть, ну, по возрасту вот уже Леонид Сергеевич начал говорить. Может быть, это как-то связано с профессиями? Ну, к сожалению, группа пациентов, страдающих болями в спине, достаточно широкая. Это пациенты и молодого, и среднего, и пожилого возраста. Сфера IT, наверное, можно предположить, да? Да, да, да. К сожалению, тут очень много пациентов. Можно выделить ряд групп таких основных. Это преимущественно пациенты, имеющие сидячий образ жизни, это работники умственной деятельности. За счет того, что идет постоянная нагрузка, как мы уже сказали, на поясничный отдел позвоночника, плюс неправильно формируется рабочее место, идет перекосы и так далее, что способствует развитию грыжи диска. Эти группы пациентов можно, бухгалтеры, адвокаты, руководители крупных фирм и так далее, все те, кто вынужден находиться вот в сидячем положении длительное время. Вторая широкая группа пациентов – это пациенты преимущественно физического труда. Те, которые вынуждены работать, поднимать тяжести, находиться на переохлаждениях постоянно испытывать, чрезмерные нагрузки на спину давать, они тоже подвержены, к сожалению, риску моли в спине. И еще можно выделить такую группу пациентов, которые пренебрегают требованиям гигиены позвоночника. Скажем, это любители высоких каблуков, это пациенты, которые любят ходить постоянно со смартфонами, потому что постоянно вот это вот вынужденное положение головы вперед – это чрезмерная нагрузка на шейный отдел, и появляются мышечные сначала боли, потом формируются протрузии, грыжи и так далее. Вот если мы не говорим о пенсионерах, то получается, что ваши пациенты – это практически активная трудоспособная часть населения, да? Да, я знаю. То есть можно даже считать эту проблему социальной в какой-то мере. Конечно. Очень большая группа спортсменов. Вот, например, ко мне, это мой любимый пол пациентов, люди, активно занимающиеся спортом, выступающие на соревнованиях. Бытует мнение, что спортсмены – все здоровые люди, но на самом деле это не так. У них просто очень большая степень компенсации функциональных нарушений организма. И как только человек заканчивает заниматься спортом, сразу начинается процесс, когда вот все эти болезни выходят на первый план. И они вынуждены уже обращаться к нам. А еще к нам очень часто обращаются врачи, особенно стоматологи. Да, да, да. Вынужденное положение стоматологи, хирурги, вынужденное положение над операционным столом, вот в этом стоматологическом кресле, оно приводит к очень достаточно серьезным изменениям в шейно-грудном отделе позвоночника. Мастера ногтевого сервиса, парикмахеры. Все это связано с вынужденным… с вынужденным… работой в вынужденном положении. Длительная статическая нагрузка. Вот я вам перед эфиром задала вопрос, что такое вертоброневролог. Наверное, вот есть смысл пояснить сейчас, да? Ну, вертоброневролог – это специалист по позвоночнику. То есть, с одной стороны, он вертобролог, именно он занимается позвоночником. С другой стороны, он невролог, то есть он лечит различные неврологические проявления – остеохондроза, сколиоза и других заболеваний. Ну, и в течение, наверное, последних лет 10-15 врачи пришли к единому мнению, что необходимо создавать центры вертоброневрологии, центры лечения боли. И в Самаре такой центр функционирует. Это клиника, которая занимается лечением болевых синдромов. Клиника «Первая неврология», которая располагает достаточно большим количеством различных медикаментозных, инструментальных, аппаратных методик. Именно направленных на лечение различных видов боли – острой, хронической боли, невропатической, связанной с повреждением нервной системы, ну и других различных видов болей. Ну, вот по информации, которая у меня есть, я думаю, что могу добавить, что клиника располагает еще и профессионалами, которые умеют это лечить. Вот вы сказали, что на самом деле причин там может быть множится у боли в спине, и для того, чтобы назначить лечение, понятно, что нужно сначала определить эту причину. Поэтому я хочу спросить вас о диагностике. У нас как принято, если пациент обращается к специалисту первичного звена, да, поликлинических отделений, боль в спине, врач смотрит снимок, говорит, ну у вас грыжа, что вы хотите. И все валится на нее. На самом деле, более чем в половине случаев грыжа на момент смотра пациента, она клинически неактуальна. И существуют гораздо более веские основания для формирования этого болевого синдрома. Это и функциональные блокады, и позвоночник, я имею в виду. Это спазмированные мышцы, которые, кстати, вот именно преимущественно они болят. Формирование в них триггерных точек, с которыми мы непосредственно работаем. И как мануальный терапевт, и как методики, которые у нас в клинике представлены, это все работа идет именно на триггерные точки, чтобы болевой синдром уменьшить и восстановить качество жизни. Если я вас правильно поняла, то грыжа еще не является поводом, по которому спина болит. Конечно. Если есть признаки компрессии нервного корешка на каком-то из уровней, когда боль стреляющая с анемением в какой-то конечности в руке, в ноге, когда есть слабость в определенных группах мышц, когда есть нарушение функции конечности, тогда уже можем заподозрить, что грыжа достаточно больших размеров и определить ее локализацию, определить, насколько она выбухает в просвет позвоночного канала и, соответственно, компримирует корешок, нам для этого необходимо делать МРТ. Как мы уже сказали, в вашей клинике накоплен огромный опыт лечения боли и в позвоночнике, и хотелось бы, конечно, поговорить о современных методах. Мы вот перед эфиром с Леонидом Сергеевичем обсуждали, а что в себя может включать лечение, и я так поняла, что на самом деле вариантов лечения безграничное множество, правильно? Да, вариантов лечения действительно много. Эти варианты существуют уже много десятилетий. Традиционно лечили острый болевой синдром, лечили его обезболивающими противовоспалительными препаратами, лекарствами, которые расслабляют мышцы, улучшают кровообращение и так далее. И, в принципе, это все и сейчас это есть. Это называется медикаментозное лечение. И надо сказать, что одним из вариантов такого лечения являются медикаментозные блокады. То есть в напряженные болевые точки, по бокам от позвоночника, в мышцах, в области сустава, врач проводит инъекции противовоспалительных препаратов, анестетиков, чтобы расслабить эти мышцы, снять воспаление и боль. Это остается. Но в настоящее время разработаны современные аппаратные методики, которые позволяют ограничить прием лекарственных препаратов, соответственно, лекарственную нагрузку, побочные эффекты этих препаратов и добиться улучшения. Нередко это улучшение наступает быстрее, чем когда мы используем обычные традиционные лекарственные средства. И в клинике «Первая неврология» таких методик достаточно много, их более десяти. И поэтому мы бы хотели остановиться на наиболее важных методиках. И я бы хотел рассказать об одной из последних достижений современной медицины. Эта методика называется ударно-волновая терапия. Эта методика основана на воздействии механической звуковой волной на мышцы, сухожилия, суставы, там, где есть мышечные спазмы, где есть функциональные блоки, то есть там, где есть проблемы. Волна создается в специальном излучателе, она проникает на глубину 2-3 сантиметра. И энергия волны, поглощаясь мышцей, напряженной мышцей, она идет на ее расслабление, на уменьшение воспалительных изменений, на улучшение кровоснабжения этой мышцы. То есть мышца расслабляется, улучшается ее питание, соответственно. Уменьшается болевой синдром, освобождаются сосуды, которые были сдавлены, компримерованы напряженными мышцами, улучшается кровоснабжение. Например, в области шеи кровоснабжение головы улучшается. Методика действительно очень высокотехнологичная. Она современная методика, и что ее выгодно отличает от многих других методов лечения, то, что результат эта методика дает уже после первой процедуры, ну, после первой-второй процедуры, то есть быстро. То есть никаких чудес, исключительно научный подход. Исключительно физика. Я хочу, чтобы уже Анна подключилась к нашему разговору. Она же сидит у нас, скучает наверняка. Анна, ну, если я правильно поняла, то у вас, вы тоже столкнулись с болями в спине. Да, только не в спине, а в голове и в позвоночнике. Во всем и сразу. Насколько это мешало вам жить? Ну, у меня месяца, наверное, два болела голова. Очень сильно. Вот, я обратилась как раз в клинику врачу. Они меня послали на МРТ, то есть я сделала там все, что мне посоветовали. Вот, и выяснилось, что просто вот голова болит тоже из-за того, что зажала мышцы. То есть из-за того, что у меня опять-таки спина болела, да, из-за того, что она у меня в напряжении, у меня сидящий как раз у прожизни, я на работе постоянно сижу. Вот, и из-за спины все это тоже уходило в голову. По классике жанра ружье, которое висит на стене, должно уже выстрелить. Вот, то, что находится у нас здесь на столе. Ну, кстати, наши зрители-то подкованные в этом плане, они знают, что это тейпы. Да, и поэтому попрошу вас вот рассказать об этом методике. Да, эта методика называется кинезиотейпирование. Не так давно она на вооружении официальной медицины. Раньше использовалась только в сфере спортивной медицины, да, для восстановления после травм, после растяжений. Но с недавнего времени методика широко используется у неврологических пациентов, у пациентов неврологического профиля для восстановления движения, уменьшения болевого синдрома, снятия отечности с пророженной ткани и улучшения крова и лимфоотока. Что из себя вообще представляет тейп? Это хлопчатая бумажная ткань с добавлением нейлона для того, чтобы он тянулся, и акриловый клей. Как только мы накладываем тейп на пораженную область, сразу же акриловый клей вступает в реакцию с кожей и достаточно прочно держится на коже пациента, оказывает свой эффект в течение 7, примерно 7 дней. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ваши тейпы, судя по всему, специально для девушек, они такие очень... Ну, они разные есть, абсолютно разные, разных расцветок. Но расцветка тут особо не имеет значения, главное, как их наложить. Чтобы их наклеить правильно и чтобы эффект от них был, необходимо обладать определенными знаниями в этой области. Вот сейчас можем посмотреть, как это делается. Учитывая, что пациентка у нас ведет физичный образ жизни на работе, да, соответственно, мы имеем перегрузку грудного отдела. Поэтому для того, чтобы нам его расслабить, мы трепируем вот таким корректирующим методом. Ань, сутулься, немножечко сутулься, плечики вперед, вперед-вперед, наоборот, да. И создаем легкое натяжение для того, чтобы разгрузить ромбовидную мышцу, среднюю и нижнюю часть трапециевидной мышцы. Проводим это симметрично. У всех пациентов симметрично должно быть? Нет. Если мы имеем эсообразный сколиозик, да, допустим. В каждом отдельном случае, да? У детишек, да, что очень часто бывает. Конечно, мы делаем определенные корректировки. То есть, таким образом мы разгружаем верхнюю часть грудного отдела. Легкое, ненавязчивое, но постоянное натяжение, которое создает тейп, оно дает облегчение блюевого синдрома. Все, можно надеваться. Тейпирование мы посмотрели, но, наверное, это далеко не единственный метод лечения, да? Далеко не единственный. Одна из самых любимых нами докторами в нашей клинике методика лечения – это карбокситерапия. Ой, я слышала, это очень больно. Совсем не больно. Мы для каждого подбираем индивидуально размеры иглы и дозы введения углекислого газа, поэтому пациент не должен испытывать никаких дискомфортных ощущений. Значит, суть методики заключается в введении подкожно-углекислого газа в проблемную зону шейный, поясничный, грудной отдела позвоночника с целью, опять же, снятия мышечных блоков, улучшить кровоснабжение, улучшить обмен веществ. Эти эффекты дают нам укрепление хрящевой ткани, воспалительный процесс уходит, что в сумме дает снижение болевого синдрома и улучшение подвижности отдельной группы позвоночника и мышц в том числе. Еще одна из моих любимых процедур – это вытяжение, дозированное вытяжение позвоночника за, опять же, какой отдел мы выбираем – шейный или поясничный, все зависит от, конечно, конкретно взятого пациента. Тут суть методики заключается в снятии нагрузки, воздействии позвоночника на давление грыжи, диска на нервный корешок за счет того, что мы оттягиваем, снимаем воздействие давления на участок. Плюс вытяжение позволяет добиться нам снятия мышечных блоков, снятия подвывихов, смещения позвоночника, что в комплексе дает такой значительно эффективный длительный противоболевой эффект. – Эта процедура не опасна? – Конечно, у каждой из этих процедур есть свои противопоказания, которые мы на консультации учитываем и, соответственно, уже назначаем, подходя к этому. Основное, конечно, противопоказание для вытяжения позвоночника – это острый болевой корешковый синдром. Естественно, мы не будем этого делать. – Леонид Сергеевич, когда мы встречались в этой студии и говорили о головных болях, о ботулинотерапии, вы тогда еще упомянули, что боли в спине этим методом тоже лечатся. – Да, действительно, и боли в спине, и есть такой вид головной боли. Головная боль напряжения – это головная боль, связанная с стойким напряжением мышц шеи и области затылка. И вот именно вот эта головная боль, она хорошо снимается, достаточно введением определенных количеств ботулотоксина. То же самое можно сказать о стойких мышечных тонических синдромах, то есть когда мышечно-тоническое напряжение в области лопаток, плеч, поясницы, то в этом случае мы также вводим ботулотоксин, рассчитываем дозировку этого препарата и вводим его. Что он дает? Он дает стойкое расслабление мышц и уменьшение боли. И действие этого препарата продолжается 4-6 месяцев. И помимо введения ботулотоксина, можно сказать, что в клинике первой неврологии мы широко используем метод хрономагнитотерапии. То есть это сложный магнитотерапевтический комплекс. Раньше такие комплексы находились, ну, например, в президентском санатории Барвиха, в других ведомственных московских учреждениях. Сейчас эти комплексы есть у нас. То есть в комплексе находятся 8 электрических магнитов, которые, поочередно включаясь, формируют такое сложно модулированное магнитное поле, бегущее магнитное поле. Уникальность этого вида магнитного поля заключается в том, что оно способствует гидротации диска. То есть в диск переходит молекула воды. Он насыщается водой, и, соответственно, срок его службы значительно увеличивается. Кроме того, магнитное поле действует на нервные клетки, на клетки спинного мозга. Оно приводит к расслаблению мышц спины и очень эффективно как раз вот при стоких, длительно текущих таких вот болевых синдромах в спине. Сергей, вы мануальный терапевт, и вот лично я к услугам такого доктора обращаюсь в крайнем случае, потому что боюсь панически. На самом деле, какова роль мануальной терапии при болях в спине? Ну, каждая лягушка хвалит свое болото, как говорится, да. Я считаю, что мануальная терапия позволяет решить огромное количество проблем, связанных с болью в спине, головными болями напряжения. И дело все в том, что она позволяет устранить причину. Причину чаще всего в функциональных блокадах, о которых я уже говорил, в любом отделе позвоночника. Определенными методиками воздействия именно руками мануального терапевта на тот или иной сегмент позвоночника мы можем от этих функциональных блокад избавиться. Соответственно, мы можем расслабить спазмированные мышцы, устранить триггерные точки. Очень широкий спектр заболеваний можно решить путем мануальной терапии. Это одна из моих любимых сфер деятельности, скажем так. А теперь возвращаясь к тому, что я сказала, когда у человека очень сильно занятого, заболела спина, он предпочитает отложить лечение на потом, выпить таблеточку, нанести мазь. Все-таки вот что бы вы могли сказать по поводу того, насколько удобно вписать это лечение в свою жизнь, сколько времени оно занимает и как с этим жить вообще? Ну, тут каждая процедура, мы подходим отдельно к индивидуально каждому пациенту. Какие-то процедуры можно назначить два раза в неделю, какую-то вообще можно раз в две недели назначить. И пациента, мы, естественно, учитываем график работы пациента. То есть это не выхватывает его из рабочего процесса, во-первых, да? Клиник работает семь дней в неделю, с восьми до восьми по будням, с восьми до шести по выходным дням. Поэтому в любом случае время и подобрать именно индивидуальный курс лечения и решить проблему, мы в любом случае можем достаточно успешно и быстро. Можно ли что-то сделать для того, чтобы предотвратить такие болезни и какую-то профилактику провести самим собой? Безусловно, можно. Нужно больше двигаться. Мышцы должны быть сильны, развиты, и мышцы должны взять на себя опорную функцию спины. Тогда позвоночник разгружается, он начинает работать как пружина. В совокупности получается такой костно-мышечный каркас. Поэтому фитнес, плавание считается приоритетным видом спорта. Это ходьба, то есть умеренные, не спортивные, может быть, а умеренные такие физиологичные нагрузки для спины. Но имеет, конечно, большое значение это формирование правильной осанки, то есть правильное сидение. Если человеку приходится долго стоять, значит, соответственно, он должен как-то менять позу, делать разминку, так, чтобы мышцы работали. Поэтому вот такая вот умеренная грамотная физическая нагрузка, она имеет очень большое значение. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Давайте подводить итоги. Чтобы не провоцировать появление постоянных мышечных болей, лечите заболевания своевременно. Это первое. Перед интенсивными физическими нагрузками, особенно перед подъемом тяжести, обязательно разогревайтесь. Это экспортсменам относится, да, Сергей, с помощью разминки. Уделяйте внимание растяжке, проводите ее каждое утро перед началом рабочего дня. Правильно спите на боку с подушкой, положенной между коленей. Такой рецепт тоже есть. Ну и желаем всем здоровья. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова